А можно ли как-то по-доброму воспитывать мужа, если в данном моменте с ним нежно? Да, конечно. Вы поймите, что мы всегда вместе. Вот, допустим, девушка вот говорит, Олег Геннадьевич, я давно слушаю вашу лекцию, я давно вас знаю, она сказала. Я тоже ее давно знаю. Я смотрю, допустим, я могу видеть, кто только начал слушать мою лекцию, давно слушает. И этих тех людей, которые давно слушают, я их знаю, они для меня знакомые, родные люди. Отношения между людьми устанавливаются не словами, а в сердцах. И точно так же с мужем отношения закончились, они остаются. Я даже могу его описать, я вижу отношения, эту ниточку вижу, связь. Можете воспитывать. Сначала нужно принять человека таким, какой он есть. Потом дальше молиться постепенно и почувствовать, что ты можешь с ним общаться. У тебя нет обиды, ну, как бы, трудностей какие-то. Ты можешь с ним общаться спокойно. А потом ты можешь ему написать смс, какой он откликнется. То есть это вторая стадия победы над судьбой, это отношения. Первая стадия в сердце, вторая отношения. Третья стадия победы над судьбой, это в него, его, внутри его сердца меняется отношение к вам. Даже если он на расстоянии, продолжайте молиться, меняется в его сердце отношение к вам. И если он при этом не возвращается назад, то это значит, что вы прошли все три круга победы над судьбой, и Бог вам дает другого. Не этот, так другой. Понимаете, мы живем много-много жизней, у нас было много-много мужей, жен, всяких. Да, конечно, молитесь, продолжайте. Потому что, еще раз повторяю, что нет этих отношений или других. Есть путь к пустыню бросать человека, или путь к человеку. Если вы путь к пустыню, вы останетесь одна. Будут мужиков много вокруг, мужа не будет. Это жизнь в пустыне. Понимаете? Даже женатые мужики могут быть, но не ваши. Жизнь в пустыне. Если вы начинаете молиться за мужа, пытаетесь восстановить отношения, проходите этот путь, восстанавливайте с ним сначала в сердце отношения, потом добрые отношения между вами. Значит, вторая стадия есть. Третья стадия – это вы дальше молитесь. Дальше. Первая стадия – вы хорошо к нему относитесь, подобно. Все. Вторая стадия – у вас есть отношения, добрые отношения, дружба. Все. Вторая стадия. Третья стадия – дальше вы молитесь, и у него меняется сердце по отношению к вам. И если вы прошли третью стадию, он говорит, зря я тебя обносил. А у меня не просто… А что тогда, что мне спрашивать, а что… Потому что сейчас такой период, и я не могу понять, что… А я стою на одном, а ты на другом, понимая. Понятно. Ну, то есть вы просто не можете жить вместе сейчас. Он там живет, а вы здесь живете. Конечно, только вы живете вместе в сердцах. Все нормально. Я просто не понимаю, что мне надо его как-то начинать воспитывать, что тут все-таки он… При Гейлзу. Не, он тут ни при чем, так действует судьба. Да, судьба разлучает не человек. Я же говорю, человек тут ни при чем. Видите, вот смотрите, в чем ошибка. Происходит событие, и вы переваливаете его на человека. Вот, допустим, человек вас бросает, вы думаете, он виноват, он меня бросает. Это все, значит, вы проиграли судьбе. Всегда все делает только судьба. Не надо перевалить на человека. Плохой период наступил, человек бросает. Закончился, человек возвращается. Плохой период наступил, вас разорвало. Закончился, вас соединило. Все. У вас плохой период закончится через год и семь месяцев. Но вы можете раньше соединиться. Для этого нужна молитва. Но вас будет расталкивать постоянно. Есть еще неправильное представление о жизни. Например, жена хвостик, а не хвостиком является, а не муж. То есть, если мужа куда-то понесло, я не говорю о плавании дальнем, или там, что он ходит на войну, допустим, там. Понимаете, я говорю о том, чтобы переехал в другой город работать. Жена должна ехать за ним. Если нет возможности финансовой, хорошо, такое тоже может быть. Тогда нужна молитва. А если принципиально, вы говорите, я туда не поеду, мне здесь больше нравится жить. Это неправильное мышление. Надо всегда выбирать мужа, а не город. Нет, это он его не пускает. Не пускает к себе? Да, из войны. А? Из войны. Там война идет. Ну вот я же говорю, война может быть, да. Ну, хорошо. Это Донецк, что ли? Нет. Ого, еще хуже. Я понял. Ну, молитва. У него все нормально будет, он не погибнет. Все, молитва. И вы соединитесь. Как это произойдет, только Бог знает. Но это произойдет. Если вы совершаете молитву. Видите, есть три вещи. Первая вещь. Природа дает здоровье. Вторая вещь. Люди дают социальную силу. Не замужем, люди помогают выйти замуж. Нет работы, люди помогают. Добрые отношения к людям, разные виды отношений. Делают силу социальную человеку. А здесь уже другое. Ни люди, ни природа не поможет. Потому что здесь идет препятствие чисто в судьбе. И тогда помогает Богу. Точно помогает. Вы начинаете молиться, и препятствий все меньше, меньше, меньше. Потом бац, его нет. Вот, допустим, если бы я был на вашем месте. Сейчас я объем работы вам скажу. Ну, как я, допустим. Я бы молился по два часа в день. Я бы молился по два часа в день где-то четыре с половиной месяца. И ситуацию вы измените. У меня молитва сильнее, чем у вас, поэтому вам надо побольше трудиться. Ситуацию измените. Причем, смотрите, есть как бы в гору, а есть с горы. Вот если вы, допустим, в свое сердце смотрите сейчас и чувствуете, что не вернется. А вот именно так вы и чувствуете. Это значит, ну, сейчас не вернется, сейчас не вернется, вы так чувствуете. Это значит, что вы идете еще в гору молитвы. А когда вы почувствовали, что все, вернется, это значит, что вы пошли с горы. Судьба, она вот такая. Есть горы, есть горы. Вы еще в горы идете. И в своем работе над собой вы прошли где-то 35% от горы. Надо еще подняться, а потом спуститься. Но спускаться будет легко. Жизнь прекрасна, если знать, как правильно, понимаете? Если не знаешь, то она такие страдания приносит. Как вести себя с человеком, как вести себя с человеком самовлюбленным, и так, и достаточно самовлюбленным, который еще в какой-то момент глаз высился, и так увлекся этим состоянием, что это затрагивает уже не только близких людей, и дружения, а и знакомых людей, а вообще в собственных вопросах. И из-за этого постоянно скандал, сложности, понимания, ссоры. Как здесь все вы сказали? Надо принять этого человека. Вот что человек может быть таким? Надо принять. И тогда, после этого, верить, что он изменится. И тогда он начнет меняться, человек. А если ты просто, в принципе, его не можешь принять таким, значит, ты тоже такой же самовлюбленный. Это твоя судьба тебе показала тебя. Но если ты можешь принять, тогда потом дальше по доброй отношению, все, человек меняется сразу же, тут же. Нет непреодолимых ситуаций. Непреодолимые ситуации – это наша просто лень души. Три с половиной месяца работа над собой. Тут же молитва не нужна. Просто нужна. Нет, молитва нужна для того, чтобы принять человека просто. И все. Работа не над человеком нужна, а над принятием. Просто принять человека. И все. Вы же притянулись к этому человеку. Значит, он вам нужен именно такой человек. Это ваша судьба. Примите этого человека. Потом по-доброму начните относиться снисходительно. Вот самовлюбленность. О, это самовлюбленность, это кошмар. А самовлюбленность может быть и друг по-другому восприниматься. Я вам приведу пример. У меня есть один знакомый. Он такой сильный как бы руководитель. Очень сильный руководитель. И у него ребенок, начальство, сто процентов. И он такой, ну ребенок такого такого. И он такой, деловольный начальство. И он его как бы называет, ну как бы очень уважительно говорит, вы не соизволите покушать. Ну ребенком 5 лет он такой. Я подумаю. Подумайте, как бы у нас уже все накрыто. Ну примерно так, как бы с ним общается. Потому что этот ребенок был директором завода там прошлой жизни, понимаете. Другое отношение он не принимает. Ну как бы отец посмотрел, как бы, что за фрукт родился. Принял его таким, как он есть. И строит с ним соответствующие отношения. Все, и тут как бы хорошо кушать. Значит, сейчас пойдем кушать. А, что собственно кушать? Вот это вот хорошо. Вот это я сегодня не буду кушать. А если унижать этого ребенка? Говорит, ты что тут деловишься тут? Тогда он будет бунтовать. Начнет ругаться, топать ногами и стать бандитом просто. Но возглавлять бандитскую группировку будет. Все равно он будет начальником по-любому. Вы его не можете сделать никем другим. Потому что он был начальником в прошлом. Но если ты хочешь его так воспитан, он будет возглавлять просто бандитскую группировку. А если хочешь, чтобы он начальником завода был, прими его таким и уважай. Относись к нему уважительно. Вот мультфильм же есть «Дядя Федора». Дядя Федора – это мальчик, который возглавляет собаку, кошку. Ему родители говорят, «Дядя Федор, иди сюда». «Ты куда?» Он говорит, «Я поеду в Простоквашино». «Дядя Федор» говорит, «Ну хорошо, хорошо. Мы тоже приедем, когда износим, мама говорит, когда изношу три платья, тогда приеду». На курорт мы едем, три платья не там надо поносить. Когда три платья поношу, тогда мы тебе приедем в Простоквашино. Дядя Федор. Начальство. Есть разные люди. Понимаете, иногда человек в Простоквашино достигает очень больших успехов в жизни. И в этой он так себя чувствует. Он же не может как-то по-другому себя чувствовать. Он же тот же самый человек. Понимаете, каким он был, таким остался. Просто тело другим стало. Он себя уже не помнит в Простоквашино. Но каким он был, он помнит. И как бы вот эти понты, когда у детей, допустим, у людей каких-то, когда люди у себя так ведут, это указывает на их потенциал внутренний. Она называется сила благочестия. Она сначала выражается как гордость. В детях, в людях. И надо в человеке это распознать, вот это благочестие, и, ну, соответственно, относиться к нему. С уважением. И тогда ты в нем развиваешь силу. То есть это его недостаток превращается в силу в результате. Вот если, допустим, человек сам уверен, и если его поддержать, ну, как бы это воспринимать, это как, ну, так, с юмором чуть-чуть. По-доброму. По-доброму. То этот человек может достигнуть потом такого положения, как он себя показывает. То есть он может действительно стать таким, если его не ломать и не восхвалять. А просто по-доброму так. Вот так вот. Слушатели моих лекций, для того, чтобы вы получали уведомления о моих новых лекциях на моем канале, вам надо нажать на колокольчик вот сюда. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok